И снова здравствуйте, с вами Вимир и сегодня мы разберём такую тему как Сложно ли быть ютубером? Может это даже звучит смешно, но как по мне не очень. И я бы хотел рассказать свои проблемы об этом. Но сразу хочу говорить момент, что я не все ютуберы. Я это я, а Вимир это Вимир. У других ютуберов может быть всё по-другому, поэтому я говорю за себя. Но прикрашу свою историю общепринятыми проблемами, которые могут быть у каждого. Для начала давайте поговорим о типах видео на ютубе. Видео инструкции, проще говоря, туториалы. Видео обзоры, влоги, постановочные видео. Типа скетчи разных сценок. Наши любимые летсплеи, шоу, интервью, разговорные ролики, анимации и так далее. Я не буду говорить какой из этих форматов самый лёгкий, а какой самый сложный. Так как темы разные. Какому-то допустим сложно перед летсплеей, а вот делать видео обзоры очень даже просто. Лично мне проще перед разговорные ролики и летсплеей. Как вы уже заметили. Так, а теперь вопрос. Как вы думаете, сложно ли стать ютубером? Ну давайте порассуждаем. Если бы стать ютубером было бы так тяжко, то много ли было каналов школьников, которые снимают всякую дичь? Вот именно это не сложно. А вот развить свой канал куда сложнее. Под формулировкой «развить канал» я имею ввиду каналы, в которых уже подключена монетизация и стабильный выход роликов. Так как чаще всего бросают или удаляют каналы, которым было далеко до монетизации и так далее. К чему я всё это веду? А к тому, что стать ютубером легко. Нужно просто создать канал, сделать оформление, ну и залить первый ролик. Всё. Можешь вебинарироваться перед одноклассниками, что у тебя есть канал на ютубе, а у них нет. Задав вопрос, сложно ли быть идумером, есть подводный камень, который называется «развитие канала». Он, конечно, не один, но как главный босс на карте. А теперь давайте поподробнее разберём, что входит в этот подводный камень под названием «развитие канала». Есть очень много роликов на ютубе о том, как же легко развить свой канал. Я бы дал свои советы, но чтобы давать советы, нужно им придерживаться. Ну и это просто пустые слова. Поэтому я ничего рекомендовать вам не буду по развитию, так как у меня практически мёртвый канал. Это выглядит немножко тупо, если я буду вам что-то советовать, а сам, у самого нифига нет. Так что, ну, такое себе, правда? Поэтому я скажу только проблемы, которые могут быть. Ладно, вернёмся к роликам на ютубе. Многие говорят о том, что чтобы развить канал, нужно пиариться. То есть спамить в комментариях, и да ищем, и любимые взаимные подписки. Это вообще просто прям вершина айсберга. Лично мне такой пиар совсем не помог. На прошлых каналах я пытался, но всё же. Подписчики набирались, но после чего отписывали. А почему я не понимал? Нет, ролики я делал, всё было нормально, поэтому, в общем, да. Как говорится, обидно, досадно, ну ладно. Но насчёт тегов, идея хорошая. В этом видео я краски их вставлю. Самое главное, не просите подписаться своих родителей, если вы используете матерные слова. Однажды это, так сказать, трус-стори из жизни. Сделал стрим, и тут опа, звонок от мамы. Я такой, прикинув, интересно, зачем же она звонит? А когда она на работе, обычно не звонит. Я такой, типа, хммм. Поднимай трубку, и она мне говорит, чтобы я больше не матерился. Я, по-моему, что подумал? Мол, учительница как-нибудь на стучало, и я резко спросил, отскуда ты это узнала? Так как от паратства просто не было смысла, ну всё, меня поймали. Я сказала, что смотрела мою трансляцию. Я такой в голове, БЛЯААААААААААААААААААААААААААА!! После этого я аж потерял до речи, и такой, х-х, хорошо. И вот, собственно, вся история. Тупо лайк за топ-стори с мамой. А теперь ревнемся к идее ролика. Какие проблемы могут быть у каждого ютубера, в том числе и у меня? Первое, это нехватка времени. Бывает такое, что просто нет времени сесть и сделать ролик. Звал на учёбе, школа допоздна, а я не знаю, какие ещё можно придумать причины. Но главное, чтобы причина не пересла в отмазку. Например, вот сегодня что-то я долго гулял. Так, через пару часов спать, я делать что-то не хочется. Ну и... понарастающее. В общем, вы поняли, о чём я. Второе. Просто лень. Бывает такое, что и время есть, и возможность, но лень матушка тебя с диванчиком не отпускает. И ты вроде хочешь сделать, но надо встать, включить комп. Потом ещё голос записывать, фон для видео, превьюшки. Ой, да ну в баню, завтра сделаю. Конечно, иногда у меня такое бывает, что я сегодня ничего не делаю, но завтра обычно я делаю. Но... знаете, лень это понятие растяжимое. Лень может даже затянуться на неделю, поэтому будьте аккуратны с этим. Третье. Это однообразность. Не советую красть фишки, пить однообразное интро, превью, подачу и другое. То есть, был чувак, какой классный, да? И ты взял и его сплагиатил, грубо говоря. Это не особо круто, если честно. Вопрос. А за что вообще ценят человека, как личность? Как думаете? Хм... правильно, за индивидуальность. Четвёртое. За стоя на канале. Лично для меня эта тема просто такая жиза. Поэтому, думаю, выполнил намёк. Просто давайте умирать каналом. Пятое. Никогда не стоит ждать случая. Например, вот накоплю на ПК и тогда стал на ютуберам. Как говорится, чтобы оставил дом, нужен фундамент. Фундаментом будет являться твой канал, на котором ты пока что перестал ролик из телефона. Так как телефон точно у каждого есть, и поэтому с этим проблем не будет. И вот, ту аудиторию, которую ты сумел собрать о мобильных играх, ну или, не знаю, что ты ещё снимаешь, без разницы, может продавать покупкой ПК и развитию канала в дальнейшем. То есть, это же круто. И поэтому... Так, вроде разобрали подводный камень под названием развитие канала. И теперь подытожим. Стать ютубером легко. А вот быть уже развившимся ютубером, не то чтобы сложно. Поначалу сложно, по идее, должно быть. Я не знаю как, но я представляю, как это могло было бы быть. Поначалу это сложно, а потом, это знаете, как будто ты делал это всю жизнь. То есть, поначалу будет немножко непривычно, сложно, а потом уже привыкнешь и, в общем, да. Вот это всё, что я хотел сказать, сказан. Надеюсь, вам понравилось. И да, если я что-то упустил, то пишите мне в комментарии. Таким этапом и поговорим. Всем спасибо за внимание, всем удачи и пока.